Здравствуйте! Меня зовут Елена Габова. Я пишу книжки для детей и подростков со школьных лет. Книга у меня около 40. Есть переводы на английский, немецкий, норвежский. Две книги для детей вышли в Японии в издательстве Гатки. Рассказ называется «Кое-что о телепатии». После консультации по алгебре ребятам не хотелось расходиться. На улице конец мая, куртки у всех нараспашку, головы не покрыты, и на север пришла весна. Девятиклассники Кучка стояли на школьном крыльце и спорили о телепатии. До сих пор непонятно, есть она или нет. Конечно, есть, рассуждал Влад, мальчишка в плетчатой куртке с маленьким несерьезным рюкзачком на спине. Чем тогда объяснить? Мать чувствует, что сын заболел, хотя живет в другом городе. Вспомните по телеку фильма о Ломоносове. Ему в Германии привиделось, что отец утонул в Белом море. Так оно и было. Что это? Конечно, телепатия. Керунда на пост на массы, скривила губки Тамара, высокая, с короткой переческой девчонка. Всякие там телепаты, экстрасенсы, были уже чумаки кашпировские. Где они теперь? Шарлатанство. А я где-то читал, что в голове человека есть специальный орган, телепатический, только человек пока не умеет им пользоваться. Поддержал Влада Толик. Вот-вот, гельфины передают друг другу на расстоянии все, что хотят. Вмешалась в разговор веснущая тагалка. Они тебе сами об этом сказали, язвительно поинтересовалась Тамара. С ребятами была учительница математики, Ольга Сергеевна. Она молчала, с улыбкой посматривала на тех, кто выступал, слишком уж бурно. Ольга Сергеевна, а вы как думаете, спросил Влад, есть телепатия или нет? Ольга Сергеевна с улыбкой покачала головой. Мне кажется, все-таки нет. Ну вот, вы тоже не верите. Влад рубанул рукой от возмущения. А давайте мы с вами проверим, есть она или нет, предложила Ольга Сергеевна. Давайте. А как? Выберем объект. Хотя бы Тамару. Ее нельзя, загудели приверженцы телепатии. Она заинтересованное лицо специально скажет, что нет. Ну тогда возьмем нейтрального человека. Любочку. Любочку, например. Любочка невысокая, ладная девочка в белом берете и в таких же белых сапожках. Во время спора она не проявляла никакого интереса к передаче мыслей на расстоянии. Да, она невосприимчива, возразил Влад. Но выбор остановился на Любочке. Люба, отойди в сторонку. Мы договоримся, что будем тебе передавать. Любочка скромно отошла, а ребята, сжавшись в кружок, в центре которого оказалась учительница, оживленно зашептались. Позвали Любу. Ровно в десять вечера настраивайся на нашу волну, сказала Ольга Сергеевна. Мы будем передавать тебе задания. Все, все будут думать об одном и том же. Только не забудь мобильник выключить, предупредила Тамара. Конечно, выключу, пообещала Любочка. Мне и самое интересное. Смотри, Любка, не подведи. Показал ей кулак Влад, что было, конечно, не по-рыцарски. Около десяти вечера Любочка удалилась в свою комнату, предупредив домашних, чтобы ей не мешали. Села за стол и положила перед собой чистый лест бумаги. Вдруг надо будет что-то записать. Рядом лежал учебник алгебры, который Любочка штудировала каждый вечер в скорый экзамен. Вот и десять часов. Сейчас одноклассники начнут телепатировать. Что же? Что? Любочка напрягла лоб так, что на нем появились морщины. Скоро ей надоело морщиться, и она разочарованно вздохнула. Лист так и лежал чистый, рядом с учебником алгебры. «Может, надо подойти к окну?» Подумала девочка. Действительно, Любочка почувствовала, что ей непременно надо подойти к окну. Вечер был светлый. Начинались белые ночи. А деревья все еще голые. По толстым тополям грустила в одиночестве посеревшая за зиму скамейка. Любочка постояла у окна, грустно вздохнула и подумала. Нет ее, наверное, телепатии. И даже немножко расстроилась. Утром снова была консультация по алгебре. Перед экзаменом ее каждый день проводят. Ребята встретили Любочку с нетерпением. «Ну как?» Любочка виновата пожала плечами. «Ничего в голову не пришло». «Как? Совсем ничего?» «Неа». «Говорил же я. Мой удачный объект. Заторможенный!» Недовольно проворчал Влада. «Лучше бы передавали мне. Я бы сразу все уловила». В класс ушла, вошла учительница и сразу посмотрела на Любочку. «Ну, Люба, отчитайся за научный эксперимент. Как чувствовал себя подопытный кролик?» Пошутила она. Любочка встала. Обреченно оглянулась на ребят. «Ничего мне в голову не пришло, Ольга Сергеевна», сказала она жалобным голосом. «Сидела я за столом. Потом подошла к окну». Вот и все. Одноклассники разочарованно загудели. «Да, не то». Ольга Сергеевна улыбнулась. «Мы телепатировали тебе, чтобы ты открыла учебник алгебры на двадцать восьмой странице». Учительница посмотрела на Влада. «Вот вам, ребята, и доказательства, что телепатии не существует». «Кролик не тот», – пробурчал Влад. И никто не заметил, как на последней парте, победно сжимая кулаки, сиял Колька Смирнов. Ведь это он ровно в десять вечера стоял у скамейки под Любочкиным окном и мысленно умолял. «Подойди к окну, Любочка! Подойди к окну! Подойди!» А когда она подошла, спрятался за стволом старого тополя. Кольке с последней парты было все равно, телепатом или нет. Просто Любочка ему очень нравилась. Спасибо. 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 Спасибо.